Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Очень мило начинается, приятно. Здравствуйте, родные наши батюшки! Хочу задать вопрос по поводу страшного и частного суда на душу человека. Чем они отличаются и как к ним правильно относиться? Заранее спасибо! Многие вам и благие лета! Все бы вопросы так начинались и заканчивались. На самом деле, известно нам не так уж и много на тему загробной жизни. Чуть-чуть эта тайна будущего века для нас раскрыта. И что-то мы можем домыслить, что-то можем представить, как оно не может быть, и, соответственно, так предположить, как оно может быть. Но не вдаваясь в исторические подробности, скажу, что церковь верит в то, что после смерти человеческого тела душа уходит в вечность. Это иной модус бытия, где нет ни времени, ни пространства. Хотя некоторые отцы говорят, что некоторая временность и некоторая пространственность присутствуют. Как, допустим, некоторая материальность присутствует в природе ангельской. Хотя некоторые отцы утверждали обратное, что ангелы абсолютно бесплотные духи, никакая материя совершенно им не присуща, даже на полдюйма. Так и здесь есть некоторая полемика на этот счет, но не иметь принципиального, на самом деле, отношения и влияния на нашу веру. В общем, душа уходит в другую форму бытия. Она ждет воскрешения тела. Где ждет? Наверное, так говорить нельзя. Ждет в некотором состоянии сверхпаки бытия. То, что оно переживает, то и называется адом или раем. То, что ты в себе в течение земной жизни смог сохранить, то, как ты относился к другим людям, то, как ты боролся со своими наклонностями и пороками, то, что ты смог приобрести, плоды Духа Святого, дары любви, вот это в тебе раскрывается пышным цветом. Ад и рай внутри тебя. И богословы и святые отцы аккуратно называют это состояние предверием Царства Божия или предверием ада. То есть некоторым предбанникам, если хотите. Ибо человек — это не душа лишь и не тело лишь. Человек — это такое двуединое, или, как считают некоторые, триединое существо, то тоже нет единства между дихотомистами и трихотомистами. Человек — совокупность тела и души, материального и духовного. И душа ждет воскрешения тела и не может испытывать полноты и радости. И как испытывать полноты и скорби? Без тела. Оно будет воскрешено в последний день, преображено. Не будут младенцы младенцами, старики стариками. Мы будем иными. В абсолютном совершенстве наших тел, настолько совершенном, насколько позволяет наша человеческая природа, которая, с одной стороны, сохранит свою материальность, а с другой стороны, не будет подвержена никаким законам природы. Ну, наверное, так, как у Христа по его воскрешению. Он мог есть, но он не голодал, и не было какой-то необходимости есть или пить. Вкушал только для того, чтобы подтвердить телесность своего воскрешения. Мог проходить сквозь дверями затворенными. Мог исчезать тогда, когда считал нужным. Мог быть неузнаваемым в теле своим преображенным, даже своими ближайшими учениками. Но всегда узнавался ими в преломлении хлеба. В таком прообразе Таинства Евхаристии. Это все, что мы можем сказать о том, как выглядит, как может выглядеть преображенное тело. У нас есть свидетельство евангелистов, есть опыты встречи учеников Христовых с преображенным Спасителем, его в новом воскрешенном теле. И когда уже наступит последний суд, второй, когда воскреснут тела, тогда уже будет окончательное разделение на тех, кто будет находиться по правую сторону от Бога и по левую, то есть с ним и далеко от него. Очень замечательно изобразило нежелание, точнее причину отсутствия желания находящихся в аду перейти в рай, быть с Богом. Клавис Тейплз-Льюис в своем бессмертном произведении «Расторжение брака». Не Юлия Вознесенской, не какие-то другие мистики, которые якобы что-то там видели и рассказывают, что там будет после смерти. Никто ничего не видел, на самом деле. Что может быть после смерти? Ибо клиническая смерть — это не смерть, это не постоянное, вечное разделение с точки зрения земной жизни, души и тела. Это разделение временное, и потому эти люди что-то видели на грани земного и небесного бытия. Ну уж точно не ад и не рай. А многие просто действительно что-то придумали, потому что такие настоящие классические исследования все равно говорят только о том, что человек видел в этой земной жизни. Этому, конечно, доверять можно. Но вернемся обратно к Лаве Льюису. Он действительно описал психологию грешника, который не серийный убийца какой-нибудь, не маньяк, не какой-то лидер тоталитарной секты или правитель тоталитарного государства. Обыкновенные люди мы с вами. То есть он описывает психологию, почему человек готов остаться с тем, что он любил в земной жизни, чем с Господом Богом. И вот эта привязанность к тому, что ты любил, это не обязательно деньги, не обязательно власть, какие-то простые вещи, которые мы с вами любим всей душой. Но именно привязанность к ним может оттолкнуть нас от Господа Бога. Поэтому не зря говорит Господь, не любите того, что в мире. Пользуйтесь, но сердца не прилагайте. Течет богатство, не прилепляйте сердца. Ищите прежде Царства Божия, все остальное приложится вам. Поэтому души людей, которые с телами воссоединятся, уже окончательно пожнут то, что при жизни посеяли. Церковь же может в этот период, пока еще конец света не наступил, молиться о наших усопших родных. Что это за молитва? Это проявление любви. Милостыню подаешь за усопших, проявление любви. Читаешь Псалтирь, проявление любви. Ходишь в храм, сам причащаешься, на панихидах бываешь. Стараешься быть внуком или сыном, или внучке, или правнуком, праведником. То, соответственно, и состояние твоих дедов, и бабушек, и прабабушек улучшается. Ведь они теперь родственники праведника. Это очень важно. Не просто творить дела любви, но и становиться тем, через кого благословляется весь твой род. Очень важный момент. Не только милостыня, молитва. И праведная жизнь влияет на всех тех, кто так или иначе послужил делу твоего рождения. Это одно из самых важных дел. В общем, молитва церкви. Потому что мы с нашими сопрочными родственниками не перестаем быть чем-то отдельным. Мы, как альпинисты, связаны одной цепью. Если падает один, то нагрузка распределяется над всеми остальными альпинистами. Умер кто-то из наших близких. Личность его жива. Мы продолжаем молиться теперь не только о его теле и душе, но только о душе. Тело пока пусть спокойно почивает, где бы оно ни было. Бог не есть Бог мертв. Бог есть Бог живых. Так что не огорчайтесь безутешительно. Те, кто потерял своих родных в эти дни или годы, молитесь о них. Им крайне нужна ваша молитвенная поддержка, ваша любовь, которая проявляется через молитву, через милостыню. И так, глядишь, всегда с Господом будем. Живите так, чтобы быть с вашими родными вместе в Царстве Божьем, а не так, чтобы они в раю, а вы где-то там на сковородках жарились. Будет грустно и весьма огорчительно. Живите правильно. Стижайте плоды любви и Духа Святого. К родости, радости, мир, долготерпение. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok